вот и часть 2 по теплице пройдемся дальше дальше у нас столы пустые маша отходит так дальше идем идем дробиум ладигези здесь у нас растет таким семьей большой дружной семьей потому что каждый тубер и он дает куча кейков эти кейки я пытаюсь запихнуть в горшок и стараюсь держать мог и тогда он растет хорошо потому что я хочу чтобы он нарос такой кучкой пушистенькой и цвел ну красиво красиво не такие ароматные цветы прям очень-очень как я сказала воздушные пока не цветет естественно дальше у нас здесь растет тростниковая орхидея да кстати подвязать потому что будет скоро цвести они у нее разные стороны падает потому что высокая это орундина орундина внешне у нее котлейный цветок небольшой не сильно крупным где там такой но это на верхушечке она выдает так цветоносик и так раз такой котлейный цветочек раз другой котле на револьверная прошлый раз на меня дала 3 цветка на цветоносе зачем уже я видела когда росли они где в сингапуре там у них разные они вот росли вот как у нас вот питоне растут у них так орундины растут и белые сиреневые и на кусты огромные продавали для сада и вот на одном цветоносе там до 10 цветков видно было и вот я уже посадила таком большой горшок надеюсь что когда-то вырастет акклиматизирует самой то что я по-другому не назову грамматофилу грамматофилом в алисе вот эти две бульбы но корни есть потому что бульбы упитаны и рост пошел активно расти метелку хотя вот с этим ростом он тогда его купила и этот рост сидел 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 не хотел расти и вот сейчас вот можно видеть что чистенькие пошли листики расти пошел держу на полу субстрат тут и мог и кора и уголь такой пушистенький так 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 здесь здесь у меня кучки начинаются основа у меня здесь ваниль империале это самая крупная ваниль если мы опустимся вот это уже лоза целая сидит был маленький горшок я уже по пересаживала потому что она любит поесть кормлю ее постоянно что она делает она берет и посадила в этом горшку поставил эту кипарисовую палку кстати у нее вот эти вот кора очень влагоемкая и когда поливаешь не хорошо присасываются корни кстати даже не ожидала щас покажу дальше выше и вот я ее намотала где-то она была вот такой вот высоты и она взяла и корни начала засовывать к другим горшок дальше корни пошли а то есть начинает питаться везде где может так и вот она пошла в рост и на этой палке пошла так быстро расти я не ожидала вот и вот так она присасывается к этой палочке корнями за дня три-четыре она вот может спокойно присосаться вот здесь присасывается вот здесь обвивает палку и она уже получается у меня выше палки что я буду дальше делать честно нет не знаю вот даже вот вот вчера не было вчера дня три назад этого корня вот что-то там еще на нем сидит а нет это просто от коры но она в таком положении может цвести потому что она имеет очень большое красивое цветение я же любилась честно и во многих теплицах она есть на что подаренные растения мне алла дарила это не арит саша пусть будет украшение теплицы риалочка спасибо большое ну и тут можно массу видеть растений растут хорошо тут еще подаренное растение светланой на я рис я такие не люблю на опусите растет какая картошка с огурцами как многие говорят листья на огурчики похоже но это суккулент как называется честно даже не знаю так что тут у нас дальше дальше у нас наверху покажу самые такие интересные растения как для меня это у меня хариса не анина давиану была она в ючинге сейчас он ее что-то не подтверждает и вот этот рост на мне хорошенький выросла корешочки жду жду может следующего роста что у нас тут у нас еще тут дал тут наверху часто стою грамматофилум грамматофилум джамбо грант у меня цвел когда-то был но это не это растение тоже другое вот она выросла бульба и вот он цветонос красивый жирненький такой ну так как я уже видела как он цветет поэтому я не сомневаюсь что этот цветонос он круглый он другой чем рост что у нас дальше здесь наверху наверху у нас еще здесь есть бритой брайт и вот такая раскоряжка как шиллеры любят расти в раскоряжку наверху тут принципе все здесь морковь морковь не цветут бутылки кашкова в общем пока еще ничего не будет цвести еще не сезон но постоянно я их обрабатываю от клещей иначе это невозможно так что тут наверху все что это за пятнышки а вот так вот мы находим вот видите вот это называется ложная щитовка вот внешне смотришь какие-то пятнышки поднимаешь лист причем я ее обрабатывала но видно не обработала эту часть листа сейчас я пойду возьму проманал хотя у меня есть тут еще не только проманал я когда убираю их я достаю спирта нет достаю водку сначала чаще всего не сто лет на бумаге здесь для упаковки и я возьму скручу намочу так дальше дальше возьму вон у меня бутылка с проманалом ну я уже не пугаюсь так как раньше все ужас какой нет они периодически появляются периодически нужно растение осматривать и отретьте белая вот мы сейчас тоже с вами поднимем а я так вот я начинаю снимать их спиртом вот я сейчас еще здесь сниму сейчас поднимем здесь о смотрите и здесь та же самая фигня снимаю сняла теперь что я делаю носит мне это сейчас выкину я стараюсь сейчас все естественно растение заливаю не разведен этот проманал и вот эти все части хватает одного раза чтобы с растения текло и обязательно опрыскивать внутренние листья очень хорошо сидит даже поэтому не страшно вот так вот сделать чтобы хорошенько вот называется два листика не опрыскала и все сел сел ложная щитовка она не настолько страшно единственное страшно на запущенном состоянии у меня я когда-то просевала вот здесь вот именно в этой части она здесь это котлея не стояла у меня вот гибриды на давиану вот это конечно был трэш вот эти она залазит вот сюда вот вовнутрь там где ее не видно то есть ты вроде обрабатываешь она все равно сидит и вот под этими чешуйками поэтому лучше всего их снимать когда мне говорили саша снимать чешуйки да ладно зачем она мне надо теперь я поняла для чего это снимаю чтобы никто не мог туда залезть никакая гадость поэтому я уже стала по опытней и все проверяю под листиками зайду тут посмотрю все нормально потому что периодически все равно все появляется невозможно содержать коллекцию чтобы она была в идеальном состоянии ничего не подкопаться за этим нужно следить так что тут у нас вольтер дал мне жирные росты может зацветет потому что все покупают это котле и нигде нету ее цветения все таки что ж на выходе получится что вольтер у меня старый щеку не продавался швептере больше нигде не было покупала в маленьком таком размерчике дальше у меня мои ля сеянцы сеянцы от эти давианы гибриды на давиану и голубая максимка растут хорошо правда и ростики уже пошли хорошие корешочки вот это голубая максимка есть растения которые я оставляла изначально себе вот они уже пересадила в большие горшки вот это тоже мои сеянцы это рекс на эрика лоран и давиану а это чистая давиана тоже хороший роста дала реально два года на цветение уже осталось так что а вот я вижу и опять вот светлое пятно светлое это же опять сел ложная щитовка на 5 нужно что-то обрабатывать я это уже сделаю после видео из краски смотрю вместе с вами на все тут у нас маленькие я себе пила фаршивичицы рулею маленьком размере и это был пучок из трех растений и я эти растения расследила потому что я знаю что пучком они растут хуже это тоже голубая максима я себе оставила этом кусочки каких-то растений тоже даже клопик тоже голубой максима но они кстати вот из всей фласки у меня выжилось 20 растений растений 6 голубых максим очень противные морковки так это давиана которая цвела пересадила ей в кору все-таки они почему в коронами кори сидели в новый горшок посадила пусть растет уже здесь у меня гибриды на давиана на леопольде четыре штуки осталось как же они какие они противные буду вытаскивать что корни уже переросли глиняному горшку вот они их не 4 штуки осталось дальше меня там есть штука такая хочу показать что показать наверное надо мне все-таки обойти иначе не покажу доставать ее сложно потому что опыт надо им делиться так вот это было три бульба сухарей сухарями это лаэлия криспа и вот это бульба я ее просто поставила во влажный мух без корней без ничего и она начала надувать почку эта почка и вот это вот всю резому я обвязала мхом влажным еще поставила в кашпо то есть поддерживал этот мог возле резому влажный достаточно процедура такая двоякая можно загнить растения может и нет выбора у меня не было либо на высох чертовой бабушки либо я попытаюсь его спасти так вот вот эта почка там корни были внутри и когда по даже от старой резомы пошли по вот этому комку мха не от этой вот пульбы от нижней на комке мха появились кончики корней их было пять шесть я думаю теперь можно посадить вот там вот такая капсулка мха возле резом и я сажу в кору но в глиняный горшок и поливаю на пролив вырастает этот рост и этот рост дает нам корни конечно не приспособление келпаки все все я использую но у меня получилось выходить и можно видеть что туберы достаточно убитаны дальше здесь ванночки растут растут горшках надо очень большие все становятся вот это уже надо будет ее что-то с ней делать буду я ее омолаживать иначе это моя самая первая ванда самая старая и я в ее буду резать обрезать корневую что-то буду с ней делать но пока хочу чтобы она напилась я замочу ее на дня два-три старых корнях пусть она отпивается потом я уже буду резать и переводить наращивать корни в новую часть ванны большие все уже наверное когда дадут цветоносы тогда не продадут ринхостилисы ринхостилис оранж большой стал это ванны подростки правда учесть размер подростка размер взрослой ванны небо и земля здесь у меня моя любимая собрали конечно же еще не цвела но вот он горшок горшок 30 сантиметров и выше стола и вот они цветут на когда зацветет не знаю когда-то вроде бы должна здесь у меня есть еще наверху тоже покажу самое интересное котлея кинестиана обрезала старые туберы была жара и не начали вот это вот вверху бульб чернеть я знала что нельзя оставлять и такие бульбы срезаю тогда можно спасти растения и дальше уже чернота не пошла все и вот кинестиана дала чехол дала чехол я надеюсь она процветет с него потому что растение уже мощное хорошие корни пусть старые туберы и винильные обрезанные но это не страшно о кстати пока снимала видео нашла цветонос еще один будет меня опять свести 5 сестер вот он цветоносик это у нас специоза то альбовая то что английская целая красивая дальше 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 что я хотела показать хотела показать вредных товарищей которые у меня двулистные котлеи бразильские которые по восемь месяцев сидят тормозят вот эта дама это у нас попробуешь здесь лучше снять вот это у нас три триллабелла нет в общем дуриган вот этот триллабелла да правильно вот и он сидел у меня наращивал корни все с этим ростом он пришел последний от него корни и что вы думаете он восемь месяцев не дал новый рост я уже и там заглядывала и там и тут и вот там рост рост пошел в рост активный потому что ну я уже заколебалась но у них вот двулистных котлей у них очень быстро вырастают рост и поэтому можно не переживать но они вредные так 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 пытаюсь повесить это там дальше на дендробиум деликатом там другой дендробиум висят фармари дендробиум на стенах так стоит ничего особенного для украшения так вот сейчас я покажу интересную вещь на цветы смотреть интересно интересно смотреть на опыт выращивания так вот это вот сборная соляночка у меня горшочек горшок выхаживания в этом горшке сидит у меня салагина адарди сидит она у меня две бульбы было два сухаря которые у меня кто в одном горшке то в другом то в третьем ничего я не получалось в общем запихнула я таких можно ведь горшочек там сколько сантиметров шесть он запихнула я в мох эти два сухаря вот эти бульбы были два сухаря и думаю будь что будет и поставила в это мокрое болото растет у меня здесь хизис хизис разных бульб туберов когда-то пропала корневая 5 пересушки и сгнили и в итоге у меня теперь постоянно я здесь содержу болото из мха периодически вывожу улиток что они заводятся и вот это адарди дала рост и этот рост дал корни не может быть я уже боюсь ее трогать пересаживать я хочу чтобы здесь сформировалась бульба это боль бы дала еще рост тогда я уже пересажу ее в другой горшок а так она пусть сидит тут и не мотает меня как я маша это говорю также меня здесь вот это можно видеть это гроза были улиточки потому что подгрызали ей корни и тоже был сухарь сухарем вырастил один рост и он пошли еще до дальше новые ростики да вот они но корни подгрызали улитки ну и вот этот блок он постоянно мокроватый и тогда она растет вот смотрите какие корни красивые пошли по-моему мне кажется что все-таки аргавит хорошая штука то что вот они как-то так ожили либо после жары у нас очень жарко было под 40 в теплице было 40 на это не было 38 но все равно жарко а сейчас 28 и 50 процентов влажности а когда жара это 20 процентов влажности не страдают вот в это болотце я выходила до арти и вот в горшке болоте она не хочет расти вот получается где-то должно стоять болото и горшок такой был должен быть полувлажный он не мокрый не мокрюще то есть не сидит в нем вот это он мокрый но не то что вот выжимая не воды идет что тут дальше у нас есть дальше у нас есть это очень интересная котлейка это у нас магия рафаэля выдала на мне чехол чехол и опять пошла расти но она может свести и мне кажется что вот этот рост у нее будет свести тут уже только время покажет чем моей коллекции очень появилась долгожданная хотелка котлея ванни леопард гибрид старый и тогда она мне пришла с ростиком спасибо юноне спасибо анжелине которые помогли мне ее приобрести вот и она у него была с ростиком с корешочками у меня не хотела конечно и пересылать я рыбу на мой страх и риск я уже как бы подружка перешлет то подружка сама мне подарок сделает скажу что очень хочу хорошо иметь настоящих друзей особенно цветочном мире так вот этот ростик уже у меня был он с ростом рост засох из-за пересылки вот это вот проблематично для когда растения не синий совсем сильно но он дал ростик с другой стороны под темненькие загорелы и дальше у меня растет вот такая вот мечталка моя растет наверху много чего много с чехлами наверное я уже буду их показывать когда они будут свести так интереснее потому что ну котлеи котлея не все когда они в хорошем состоянии непременно все выглядят одинаково это лиминоза цвела весь у меня сидит тоже ростик дала как-то у меня цитрина энциклия вот она мне вот этот вот он рост рост вырастет я думаю будет хороший с хорошими корнями и она топчет все старые бульбы и будет у меня дальше расти хороший красивый костик и мы их бульбашек и здесь моих бульбашек на лобиум кустик акклиматизируется уже акклиматизировался девушку цветения это спиру тогда привезли гибрид на ковача шлеме вам на коваче думаю будет цвести в этом году хорошую на рост кустик так что тут у нас еще не есть интересное есть такая интересная штука называется шалашиста и это шалашиста растит у нас цветонос в стене большое большое красивое и вот он вот он цветонос никогда кому-то показывает правда никто не видит вот эта пимпочка вот от самого основания это цветонос он растет активно красивый корни и покажу сейчас тоже только другого сорта шалашиста такая приезжает в германии вот назад сделаем вот это тоже шалашиста просто напалито и зелененькая ну вот такая вот разница бывает но этот сорт это кисюпери немножко другой вот это видно все-таки крупнее то что тайландская это тоже считается взрослое растение что тут у нас еще есть разные блочники вот я люблю снимать блочники можно поставить камеру я только приближать чем-то с этими большими растениями бегаешь бегаешь а в итоге заснять это все не можешь холсоглосу вот эти мелкие эти веерочки это там леонис дендробиум еще дендробиума всякие растения не мои растения поедут к новым хозяевам просто еще пока не время здесь еще такие ухты сама с вами снимаю видео и офигевая так вот этот айрангис вот он он пришел с цветоносами и вот сейчас я буквально вчера поливала я не видела что он начал растить бутоны а он начал он будет цвести с двух цветоносов такой вот на днях он должен уже уехать домой в другой город кто смотрит наверное узнает ему так что у нас тут зелемни амидас еще всякие мелочи симпатичные вот знаете я начинаю любить всяких интересные мелочи почему не знаю мне как-то интереснее становится с ней возиться как-то с крупными растениями крупные растения а мелкие какие-то они такие няшечные вот посмотрю любовь а это тоже поедет скоро там и целогина целогина даяна нет поверула ну да еще второе название помдая наши есть вот такой вот маленький обзорчик по теплице может даже большой получился давайте под конец пойдем посмотрим что там с морковками как они там растут своих бутылочках вот они вот они растут очень прекрасно великолепно вот они корни уже пошли с этой бутылки вот пока они стадии активного роста я их держу влажно нехорошо растут кормлю их тут морковочка уже такой пошел ростик хороший корней я не вижу не вижу не вижу ну вот закончили морковками как они себя хорошо чувствуют бутылочков и мои бульбашки которые цветут в отличие от некоторых товарищей надеюсь было интересно со мной погулять по теплице всем пока пока пока